Добрый день, в первую очередь. Меня зовут Никита, с кем не знаком, можно просто Ник. Приятно, что к проблеме, к данной, есть какой-то интерес. Это говорит о том, что все-таки какие-то недостатки нашего страйкбола существуют. Пару слов, наверное, на себе. Что касается страйкбола, пришел в 2003 году, попал в состав команды WorldCats, далее в 2007 организовались команда WildGIS, в которой сейчас состою. В 2009-2010 практически полностью перестали ездить на игры открытого страйкбола, по причине того, что он просто перестал быть нам интересен. Стали искать какие-то закрытые мероприятия, приватные игры. Так попали в проект РКС от HALA команды SG Vostok. Далее был проект NILSIM от 101 и Цезарей. Ну и когда данные проекты по разным причинам перестали существовать, мы вынуждены создали клуб под названием Privatka Club, который сейчас пытаемся развивать и в котором нашли себя как организаторы, опять же вынуждены начали проводить игры, нам это понравилось. На сегодняшний день провели более 15 мероприятий различного формата, различного оснащения, различного уровня. И считаем, что есть опыт игры в страйкбол, есть опыт организации, есть опыт в разработке проекта, в ходе которого приходилось много общаться с людьми, формировать свою точку зрения, чужую, какие-то свои ошибки находить. И, в общем-то, считаем на данный момент, что наша точка зрения достаточно объективна. И хотим ею с вами поделиться, надеемся, что она будет в какой-то степени полезна, интересно. Хотим также сказать, что принимаем абсолютно тот страйкбол, который есть сейчас, ничего не имеем против него. Другой вопрос, что появилась тенденция, на наш взгляд, такое ощущение, что он становится одинаковым. То есть организаторы организовывают игры, которые похожи друг на друга. Я думаю, есть вполне определенные причины, о которых мы как раз сегодня и будем разговаривать. развитие московского страйкбола с самого начала. До 2005 года идет формирование, наполняемость. Где-то в 2006 году, в 2005, происходит уже раскол, то есть людей достаточно, чтобы произвести этот раскол. Московский страйкбол начинает делиться на две всем вам известные организации, это Совет командиров и Ассоциации. И уже в 2006 году появляются темы, в которых предлагается закрыться, потому что люди перестают успевать знакомиться с теми командами, которые приходят в их уютный страйкбол. Естественно, никаких мер не производится. Все оставляется так, как есть. И уже где-то в 2008 году страйкбол перестает сдерживать сам себя. Появляется достаточно большое количество команд. Он становится более доступным. И, естественно, по объяснимым причинам, общая адекватность. Немного падает. На это на большое количество людей быстро реагируют, так называемые коммерческие организаторы. Их становится все больше. И на сегодняшний день мы имеем совсем не тот страйкбол, который был 5-6-7 лет тому назад. И результатом всему этому как-то небанально является коммерция. То есть на наш взгляд все остальные причины вытекают из коммерции. и еще и от того, что нет организации, которая могла бы как-то регулировать какие-то вопросы. Ну, во-первых, слабый фильтр. И даже не потому, что организаторам невыгодно отсеивать народ, а потому что многие организаторы просто сняли с себя эту функцию и начали использовать фильтр не свой, а ассоциации и совет командиров, который сам по себе довольно формальный в том плане, что когда всего официальных игр только две, а обязательно только одна, соответственно, за этот период может смениться 90% личного состава команды, и на следующую игру, на следующее открытие или закрытие уже будет совсем другая команда стоять на построении. Это во-первых. Во-вторых, на играх, которые собирают большое количество людей, на них, в принципе, отфильтровать кого-то практически невозможно, потому что за всеми уследить нереально. Второй момент – это тоже, опять же, достаточно банально, и организаторам просто неинтересно фильтровать людей, с которыми они играют, потому что большинство организаторов, они также являются игроками, и те, кого они отфильтровали, те, кого они либо вынесли кому предупреждение, либо забанили, они автоматически с ними портят отношения. Второй момент – это массовость. Понятно, что коммерческий организатор пришел в страйкбол, чтобы зарабатывать, а зарабатывать в страйкболе можно только людьми. Чем больше людей, тем больше заработок. если организатор повышает цену, то это скорее уменьшает количество людей, чем их увеличивать. Ну, на данном моменте мы остановимся чуть позже, подробнее. Третий момент – это упрощение игр. Не самой игры в упрощении, а именно формата. То есть организаторы быстро поняли, какие игры наиболее посещаемые. Это дневные игры, и у нас практически исчезли игры ночного формата, а суточные игры стали делиться на фазы. Где ночной фазе уделяется крайне мало внимания, и организатор понимает, что приглашая на ночную игру людей, он не может увеличить цену ночной игры в два раза. То есть суточные. То есть суточные игры стали делиться на фазы. Это произошло достаточно недавно. Во всяком случае, по-моему, позже 2008 года. Что касается нашего сегодняшнего, забыл сказать, формата. Сейчас я первую часть расскажу, она будет посвящена проблемам. Вторая часть остановимся на то, как мы предлагаем эти проблемы решить. И в промежутках можно будет задать вопросы, которые интересуют. Ну и четвертый пункт – это потребительское отношение к игре. Ну здесь понятно, да, когда игрок платит деньги, то он прекрасно понимает, что ему за это что-то должны. То, что в страйкболе не менее 50% должен страйкбол, ой, должен игрок, об этом как-то часто забывается. И это прекрасно понимают те же организаторы, и формат общения игрока-организатора превращается в формат продавца и клиента. Опять же, от этого страдает фильтр, потому что клиент всегда прав. Что касается слабого фильтра, как предлагают решить этот вопрос организаторы, когда они понимают, что они не могут фильтровать, что они делают? Они начинают вводить сервисы. То есть как бороться с алкоголем, да? Они делают, покупают алкотестеры. То есть они проблему решают за наш счет, фактически. Второе, как бороться с несознанкой? Посредники. То есть фактически те же судьи. Что еще есть? Тюнинг. Авертюны. Хронометраж. Мусор. Они сразу вводят в стоимость взноса уборку мусора. Мешки там, не важно. Включают слабый фильтр. Это ответственность команд видел? Конечно. Отлично. Об ответственности попозже поговорим, тут то же самое, просто это опять же фильтр, да, если люди оставляют мусор, и я их не фильтрую за это, я никакие предупреждения им не вношу, то значит, что команда как бы, что я решаю этот вопрос по-другому, я просто закладываю это в обзнос. Что еще? Синие кабинки, это уже к массовости относится, это вынужденная мера, которая, если это не сделать, то будет проблемой. Ну еще браслеты. Браслеты, я имею ввиду, которые допускают на игру, чтобы случайно не просочилась команда, которая не заплатила за игру. Патрулирование еще? Патрулирование, наверное, скорее тоже, ну да, патрулирование, если это входит в обзнос, если нет, то это добровольно. Сама стоимость полигона опять же, амбонийная команда. В самом браслете нет смысла, если его не проверяют, так что патрулирование тоже включено. Ну патрулирование, насколько я знаю, оно не всегда платное. У СК, оно со стороны СК, это внутреннее, а со стороны ассоциации, это платная услуга. Но патрулирование, как факт, присутствует в обоих организациях. Ну опять же, я вот слышал про патрулирование больше. Это слабый фильтр, тоже то, что команды, соответственно, запускают между собой какие-то неадекватные взаимоотношения. Ну я согласен, еще плюс то, что в лагере, да, оставлять просто вещи, сходить с чем-то, он тоже сложно, потому что если какие-то рядом одно тоже открыть и закрыть, частенько какие-то туристические какие-то организации, в палатах тоже живут, кто-нибудь может отойти и так далее. Патрули не снимают проблемы. Ну, массовость довольно такой, на самом деле, ключевой фактор, который очень сильно влияет на качество игр. Ну первое, к чему это приводит? К низкой ответственности команд. Соответственно, чем больше людей, тем ответственность ниже. Недавно вот кто-то из Иванова заметил, что какой-то организатор, что если он увеличивает количество людей в два раза, то ответственность под это четыре. Угновенно. Упрощение сценария. Ну, в принципе, большое количество людей в нашем формате, когда у всех только стрелковое оружие, и нету каких-то мощной огневой поддержки, это довольно нелогично. Со стороны организатора данный вопрос. Опять же, если он сделает сложный сценарий, то половина потеряется, половина будет работать по своим задачам, и в итоге отрицательные отзывы после игры скажутся отрицательно самому организатору. Опять же, на этих пунктах подробнее сейчас обстановлюсь, чуть попозже. И третье. Отсутствие индивидуальности команд. Опять же, если нету задач, которые решаются силами одной команды, соответственно, данная команда в рамках данной игры бесполезна. То есть невозможно штурмовать бозу в 100 человек, да, там, 20-ю. Теперь давайте по порядку по этим пунктам. Низкая ответственность к чему приводит в конечном итоге? К конфликтности. К конфликтности. Скорее, к снижению качества игры. К сливу, к массовому сливу. Тоже, да. Ну, конфликтность согласен, а после чего? Из-за чего конфликтность происходит? А что вы слились, блин? А вы чего? Да, да, да. Точно, не сознат. Я говорю, к снижению качества игры, в общем. Ну, конфликтность. Ну, конфликтность. Ну, вообще, все, 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 все. Ну, вертюм, понятно, тоже. К тому же мусор. К тому же это приемлемо может дойти. То есть у нас помимо фильтра, еще и массовость добавляется. Отсутствие фильтра влияет на эти качества. Плюс массовость. У нас двойной получается. Что еще? Слив с игры. Не до заезд, тот же самый. Поехать дальше. Простой сценарий. Тут ситуация такая. Я бы разделил на три части. Давайте вернемся к вынужденным вещам, которые должен делать организатор, когда проводит большую игру. Парковка звучал. Парковка звучал. Туалет. Как-то не странно, повязки. То есть в данном случае организаторы вводят повязки как обязательный элемент к сторонам. Почему? Потому что если это не сделать, то это спровоцирует массовый френдли-файер. А массовый френдли-файер — это негатив в игре, который организатору совсем не нужен. То есть достаточно просто обозначить игрока, что у него есть повязка. Практически не нужно думать. Командованию сторон не нужно вовремя доводить пароли до личного состава. Потому что это фактически невозможно сделать оперативно. И наличие пунктов питания сюда же? Питание, я бы сказал, что это скорее бонус. То есть это скорее необязательно. При больших играх, даже собственность. Если это не юридическое лицо никаких обязательств. Что еще сюда можно записать? Который, КПП. КПП. Если это часть предыгровая, тогда еще жилой лагерь. Согласен. Фестиваль какой-нибудь. Дрова. Ну скорее это тоже сюда, да? Сюда, да. Электричество, да. Вода. И сейфы. Ничего смешного. Да, вот сюда сдаются ключи. Это тоже не смешно, это серьезно. Ну ремонт, я не знаю, сейчас вовнос входит, нет? Есть такое? По-моему это легко. А, в узла предоставляется минимальный ремонт. А у остальных нет. В любом случае, механик ведем. Ну тогда посредник. Посредники сюда, да? Без них нельзя, туда. Технику. Техника сюда. Техника это бонус. Магазин это скорее спонсорская. Они сами как бы... За это мы, наверное, не платим. Медицина нет. Медицина, да. Медик. Ну хрометраж, это скорее к фильтру относится. Ну да, мы его уже отнесли. Не сказал бы, что это какой-то обязательный пункт. То есть фактически получается, что мы платим, когда приезжаем на большую игру, за это. И организаторы понимают, что они делают простой сценарий, вынужденно. Потому что сложный сценарий сделать практически невозможно в большую игру. Они добавляют сервисы. Первый, по-моему, шармут начал питание водить. Потому что первый понял достаточно давно это. И дальше уже все эти пункты, которые к самой игре фактически никакого отношения не имеют. Ну техника, я бы тоже ее не относил к игре, потому что она практически бессмысленна. То есть я не говорю про технику, которая там в джипики ездит, я именно про военную технику. Какой мне смысл? Только антураж. Стреляет, не стреляет. Да не прятаться можно. Ну, школе атаковать. Ну опять же, антураж. За деревья тоже можно прятаться. В школе? Ну единственный раз в 9-й год беттеры, и те застряли. Да не легко уничтожили сюда, Володя. Что мы теряем при простом сценарии? Сложный сценарий. Ну, во-первых, техника никогда не будет популярной, в том плане, что это достаточно большой риск для самого организатора, если кого-то на гусеницу намотает. И поэтому кто берется делать игры с техникой, тот большой молодец, большой герой, потому что ответственность у него выше крыши, из-за этого повышается сразу. Сложный сценарий, сложный игровой движок сразу отсутствует. То есть, что я веду под движком? Ну, есть игры, на которых анонс пишется сразу, и по ним потом идет игра. То есть, достаточно запомнить и потом играть. Как правило, это тот движок, который используется на больших играх. Движок посложнее. Это уже конвертные задачи. Это когда на командующих сторон это и есть организаторы. Тогда информация поступает от организаторов через телефонные звонки, через рацию и так далее. То есть, когда организаторы выполняют роль генерального штаба, фактически. На большой игре это сделать невозможно, потому что на большой игре состав он практически не управляем. Более того, если что-то пойдет не так, то это пойдет не так на конце игры, скорее всего. Реквизит. Опять же, я про сложный реквизит. То есть, сколько можно играть с флагами, да? То есть, у нас 21 век, мы продолжаем играть с флагами. Почему? Потому что при таком количестве людей, если мы туда поставим что-то посложнее, что-то более дорогое, то это либо украдут, либо потеряют, либо сломают. Следующий шаг. Сейчас это телефоны вешают с ручкой и бумажкой, чтобы отправить СВС-ку. Зафиксируем. Да, и обязательно там стоит посредник, какой-нибудь игротех, который, опять же, портит весь интеракт. Не обязательно. Ну, не обязательно. Я имею в виду, что, ребят, я не обвиняю всех организаторов, которые делают большие игры. Во-первых, я это вообще не делаю. Я согласен, что таким играм место есть. И на такие игры всегда будут ездить люди. Но мы сейчас говорим про другой немного формат. Опять же, абсолютно не навязываем свою точку зрения. Если кто-то с этим не согласен, это его позиция. Так как часто устраивается простой сценарий, и они в последнее время идентичны, у команд появляется просадка на тему усталости как от полигона, так и от линейного сценария, который постоянно повторяется. То есть минимальный отток людей присутствует. То есть негатив, он уже изначально заложен от усталости. В принципе, да, тут еще сам слив, да, какая, как мыслит человек, который сливается. Опять же, он заплатил деньги, ему не предоставили то, что он захотел. Это и есть основание для того, чтобы слиться. За ним сразу идет вереница других команд, а самые стойкие, которые остаются, думают, ну что ж все слились. Тогда и мы, что мы будем одни сидеть в штабе. Там, ну, в этот книжный сектор можно добавить еще шесть. То есть при простом сценарии теряется возможность давать индивидуальное задание команды в посту всех. То есть опять индивидуальность команды теряется. Индивидуальность команды сейчас мы одели. Добавьте еще такой момент. На больших играх очень много ограничений связано с тем, что то, что может себя позвать приватка, и организатор не боится использовать сложные антиротехнические приспособления. Ну, это и сложный сценарий, ликвизит, и сложный движок, в принципе, все вместе. Согласен, так, пиротехника. Опять же, организаторская пиротехника. Мы присутствовали как группу поддержки под пиротехническим изделием на одной из больших игр известного организатора. И поняли такую вещь, что организаторскую пиротехнику невозможно на больших играх использовать именно в связке с сценарием. Если есть пиротехник, то это какой-то сопутствующий антураж. Сидят ребята с пультами, где-то что-то взрывают. Но нет такого, когда, допустим, задача есть штурмовать базу, и при штурме та же команда, которая штурмует, запрашивает поддержку, допустим, и вот эта база вся вокруг взрывается. Такого никогда на больших играх не будет, потому что это, во-первых, опасно, потому что под каждым кустом люди, невозможно их следить. Что касается потери командной индивидуальности, ну понятно, если нету задачи, которые решаются силами одной команды, одной-двух команд, трех, неважно, блока даже, то теряется смысл в тренировках. Если теряется смысл в тренировках, то, соответственно, отсутствует слаженность команды. Нет командной слаженности, нет командной игры, правильно? Скорее вот так, следствие. Нет командной игры, то это опять же начинаются бои за фраги. Отсутствует какое-то взаимодействие, отсутствует служба, слаженность именно в, как бы, дружеской, можно сказать, да, люди, отсутствует сопереживание каких-то событий. Ответственность опять же, да. И в итоге средний возраст пребывания игрока в страйкболе значительно падает. Я бы сказал, следствием командной индивидуальности станет повышение персональной индивидуальности. То есть вот те же самые... Ну да, каждый хочет проявить себя, если нет никакой командной игры. Возможно, кто-то сейчас не согласен, если какие-то вопросы, готов ответить. Можно к микрофону подойти, можно так. Вот, ну, вообще, хотел бы начать с большого спасибо организаторам, которые все-таки это мероприятие провели и сделали вообще возможным выслушать общий подход, значит, выразить свою точку зрения. Значит, что у меня, в общем-то, возникло в процессе выслушивания данного доклада? Во-первых, я не могу сказать, что наша команда и вообще блок абсолютно приемит существующий страйкбол. Клость того, мне так кажется, что об абсолюте говорить нельзя, иначе мы бы тут не собирались. То есть, если проблемы вообще существуют, это означает, что мы не приемлемы его в том виде, в котором он есть, и хотели бы его изменить к лучшему. И, собственно, вот это должно быть основным содержанием сегодняшних конференций и дальнейших действий. Вот, плюс хотел бы заостриться, в общем-то, о такой вещи, как специфика страйкбола. Потому что что есть страйкбол, с моей точки зрения, это, в принципе, неполное батареирование военных действий, потому что это невозможно. Потому что, с моей точки зрения, как Юнитер такую часто повторяемую фразу, с моей точки зрения, вот я пытаюсь как-то сделать акцент, чтобы я не претендую на истину в последней инстанции, а высказываю просто свою точку зрения. То есть, с моей точки зрения, цель военных действий уничтожение противника всеми возможными способами, с минимальными потерями для себя. У нас всех этих возможных способов нет. В основном имеется в виду легкое стрелковое оружие. И поэтому давайте понимать, что особенность сценария закладывает, как и закладок сказано в том, что оргии, делающие сценарии, не могут предусмотреть тяжелые средства поражения, не могут предусмотреть высадку десанта и многое другое существует в современных военных действиях. И поэтому здесь еще идет вынужденное упрощение этого самого сценария в связи со спецификой страйкбола. Есть, например, та специфика, которую мы все знаем. Это абсолютная неразрушимость сооружений, укреплений. То есть, грубо говоря, если я в реальной действительности имею зеленку, я делаю туда один залп всем взводом, этой зеленки нет, я его просто скашиваю. Здесь запросто существует какой-то кустик, который является условным укреплением, всем нам мешает, и сделать мы с этим ничего не можем. Это вот та специфика, которая влияет на сценарий, на наши действия, кроме всех вопросов. Плюс, значит, имея небольшой опыт страйкбола, я в страйкболе с 2009 года, но имея опыт ролевых игр, я поэтому не считаю, что эти самые сервисы не относятся к игре. Наоборот, если орги обеспечивают определенное количество сервиса, это освобождает моральные и физические силы команд для игры. Потому что если команда тратит много времени на питание, на обогрев, то ей играть-то, в общем-то, некогда. Перебью на секунду. У меня вот как раз позиция такая, что если человек, который одевает форму и чувствует себя солдатом, это тоже часть, в принципе, работы, которую мы моделируем. То есть, что касается питания, допустим, ну, опять же, как показывает практика, отсутствие питания не уменьшает количество зарегистрировавшихся на хорошую игру. Само собой. Но это вот как раз ровно два противоречия. С одной стороны, мы знаем старый принцип. Мы, фирма Самкин и сын, за наш рубль желаем получить удовольствие. Да, значит, орк не должен превращаться в слона-живописца, не говоря уже о том, что он все равно не сможет предоставить требуемое всем-всем-всем. Потому что, ну, всегда стояла эта проблема, что каждый хочет от страйбола чего-то своего. С другой стороны, если этот человек достаточно ответственен, достаточно опытен, он найдет свой фан, как это говорят. Вот. Совершенно верно. Можно и двое суток без еды, и трое, а нужно. Мы едой, с едой, но со своей едой. Правильно. Но давайте не забывать, что сытый солдат мало боеспособен, голодный тоже. А вот... В армии есть обеспечивающие ощущения. Вот. Тем больше времени мы тратим на все эти обеспечивающие моменты, тем больше времени нас остается на игру. Соответственно, от этого падает интересность игры, падает сценарий. Потому что команды вынуждены, хотят они того или не хотят, делать перерыв. То есть сами они себе организуют там тыл, как это у нас, например, принято, или целиком полагаются на организаторов. Это уже второй вопрос. Но наличие вот этих моментов, оно повышает качество игры. Когда людям... Вот что меня все время порадовало, когда я пришел в стройку. Меня порадовало наличие воды, наличие дров. То, что не нужно заниматься заготовкой дров на командном уровне. Что ролевое движение, это занимает очень много времени. Может просто пойти, взять и трава, и сократить время на все вот эти вот бытовые моменты. И высыпать это время для игры. Для каких-то сценарных, в общем-то, красок. Нет, здесь явно напрасывают игры. Нет, я не совсем про... Я сравниваю страйкбол с ролевыми играми на базе собственного опыта. Вы не сравниваете их. Они просто теперь сменяются. Разные классы, да? Они просто разные классы. Есть категории игр. Вот мы сейчас невольно говорим, как будто одна единственная категория, а их много. Нет. Еще не могу возразить. Есть такой действительно страйкбол. Есть такой. У меня как раз был именно упор на то, что на больших играх все-таки, я считаю, что питание и прочие сервисы, электричество, это не от того, что они нужны игрокам, а от того, что если их не будет, то игра будет крайне унывая. Вообще непонятно, за что ты платишь. Ну вот я как раз с этим не согласен, потому что я считаю, что эти сервисы игрокам нужны, позволяют высылать таких силы. Я понял. Для игры. Заканчивая затянувшиеся выступления, хотел бы сказать, что не согласен с тем, что именно массовость ведет к снижению ответственности. Ответственность, это прежде всего ответственность самих органов и командиров команд. Совершенно правильно было сказано того, что любое применение фильтра ведет к конфликту. Но если ты являешься капитаном команды и организатором, ты должен понимать, что без конфликта в данном вопросе невозможно. Либо мы спускаем все на тормозах, и соответственно увеличивается количество организационного бардака, и увеличивается количество неадекватов, соответственно, сливок. Либо мы совершенно спокойно идем на нелицеприятный конфликт. Секундочку, я хотел просто как раз прокомментировать этот вопрос. Тут такой момент, что если организатор фильтрует людей, то этот отфильтрованный состав автоматически усиливает других организаторов. И получается, что конкурентный организатор поднимается выше, и у него больше возможностей для дальнейших игр. Возможности организатора и возможности игроков – это немножко разные вещи. Я понимаю, но большинство организаторов являются игроками в то же время. Если я фильтрую какую-то команду, неважно, предупреждение я им выслал или забанил эту команду, то в этой команде могут оказаться очень авторитетные люди в страйкболе. И это автоматически еще приведет к антипиару этого организатора. Это как это говорилось в советские времена, у нас все люди равны, но есть более равные. То есть либо мы соблюдаем общие для всех правила по поводу неадекватности, нарушения определенных правил, по которым проводится игра. Это правила СК, это приватные правила, объявленные мастером. Либо мы их не соблюдаем. Пускай есть хорошо, адекватный, всем известный человек. Но если он что-то нарушил по этим правилам, надо не бояться идти с ним на конфликт. Не надо, конечно, переходить на личности, но наказание он должен понести так же, как и рядовой член страйкбола. Тогда фильтры будут работать. Я согласен абсолютно с этим, но дело в том, что у нас независимые организаторы. И мы можем хотеть что угодно, но будет так, как они захотят. Я же не говорю, что мы можем организаторов принудить к чему-то. Потому что в конечном сети за все отвечает тот человек, который взял на себя вот эту вот ответственность. Ответственность за проведение игры. Я говорю о том, что именно не от количества людей, потому что при низком организационном подходе организатора бардак может быть и на 70 человек, если организатор просто ни на что не обращает внимания. А может быть полный порядок и на 700, и на 1000. Вот я могу, например, по личному опыту сказать, простите за некоторый переход на личности, но вот с того же Бора, например, я большой разницы в организационном порядке между 400 человеками и 800 не видел. Всегда весь порядок, всегда одни и те же принципы. Спасибо. Просто на мой взгляд 400-800 это примерно одно и то же, потому что количество людей зашкаливает. Спасибо. Может кто-то еще хочет сказать? Бек, может ты? Я выдал, собственно, только одну единственную ремарку. На мой взгляд, мы все с вами так или иначе как-то имеем свой опыт, но сейчас, ну как не сейчас, несколько лет назад страйкбол поделился на довольно большие куски, на целевые группы свои. Есть люди, которые, так сказать, увлечены, допустим, Милсим, вот как приватка или моя команда, вот мы занимаемся этим. Мы уже не ездим практически на игры, которые сейчас есть у Яра, у Лаврика, мы просто не ездим на них, вот, потому что они действительно не отражают наши интересы. Но мы не являемся эталонами, есть те люди, которые хотят, не хотят играть в Милсим, они хотят вот приехать и пострелять. Орги в основном сейчас закрывают вот эту вот аудиторию, но проблема в следующем, и действительно стала очень серьезная проблема. Страйкбол стал, вот игры имеются, они стали попсеть. То есть уровень стал снижаться ниже-ниже, причем раскачивают друг друга. Орги, которые понижают уровень страйкбола, потому что они догоняют интересы вот этой огромной массы людей, которые приезжают с низкими потребностями, значит, а эти же люди раскачивают оргов, влияют друг на друга. В результате, как у нас на телевидении, как в музыке, снижается уровень общий. Проблема действительно, как Ник написал в самом начале, что отсутствует организация, которая может влиять на этот процесс. Потому что регулирование в этом плане, ну, просто базовые какие-то рамки, они должны быть. Сейчас оргии нарушают правила, ну, практически существующие, да, вот, например, по несовершеннолетним. Извините, это мой вам больной вопрос, на самом деле, кстати. Несовершеннолетние – это большая угроза для страйкбола. Я могу ошибаться, но это мое мнение. Почему угроза? Орги практически все сейчас допускают на игры несовершеннолетних. Мы приезжаем и видим 16-15-летних пацанов, потому что их папа говорит так, вот, я прихожу со своим сыном, как я ему не скажу, что вот я вот еду на игру и не беру тебя с собой. Они договорятся в индивидуальном порядке с оргами, оргами разрешают, ну, как что-то исключение. Теперь это исключение стало правилом. Я приезжаю на игру зла и вижу 30, 30 подростков 16-15 лет. Что такое? Мы можем спросить с его папой, а папу разведет руками. Значит, второй момент – это крайне большая опасность. Извини, пожалуйста, может быть, это… Я просто считаю, что эту вещь мне плохо было бы добавить в ответственность. Потому что дети… Тут вопрос к психологии, ребята. Дело в том, что дети очень сверхмотивированы на игре быть так лучше, чем взрослые. Они мало того, что сверхмотивированы, они рискуют больше. Они рискнут там, где нормальный человек им пойдет. Он пойдет по срезу разрушенной стены на высоте третьего этажа, потому что он хочет себя проявить. И он будет это делать. И никакой папа рядом, который отвернулся, он не уследит за ним. И когда ребенок упадет, и вы сами понимаете, дальше что происходит. Дальше происходит работать государственная машина, которая бездушная абсолютно, которая действует по инструкции. ЧП, ребенок разбился, и вот тогда она будет хана. Ну, не совсем хана, но проблемы будут. Серьезная проблема. Значит, это и касается и пиротехники аналогичных проблем, когда снижается уровень требовательности. Это когда команды появляются на команде, у которых вообще отсутствуют шевроны. Нету их. Вот я подхожу, вижу четырех человек, с которыми только что вот мы стрелялись. Я понимаю, что из них не сознание. И они все четыре отказываются назвать свою команду, а у них нет шевронов, они все одинаковые горки. И всех из разных команд. Это распространенный случай. Почему? Потому что оргии их допускают. Почему? Потому что оргам они платят. Это же их деньги, они приносят. Поэтому это снижает уровень. Значит, в чем суть? Понятно, что это все равно будет происходить. Да, правда. Понятно, что сегментирование страйкбола на играх на свои куски обязательно будет. То есть будет милсин. Это игры для, я бы сказал, все-таки для, ну не то, чтобы элиты, а для тех команд, которые настолько серьезно нанимают страйкболом, что им нужны тренировки, им нужно выкладывание. И у них фан в том, чтобы они там 20 километров ломануться через Чищеву и что-то сделают. Это кайф, да. Это особенный кайф. Это кайф, не для всех подходит. И будут игры страйк ролевые. Потому что, как бы кто ни относился к сталкеру, к метро или так далее, к тематическим играм, они все равно были, есть и будут. И в этом ничего плохого нет. Если люди заморачиваются, серьезно занимаются. Что плохо-то? Хорошо, ребята, занимаются. Я на некоторых играх приезжал, очень здорово, интересно. Ребята вкалывают. Там тоже есть адекватные люди. Эти игры тоже имеют, так сказать, свое, так сказать, право на жизнь. Но вот тут, кстати, вот это обеспечение, еда и так далее, она вот так нужна. Вот если на Минсиме нет, мы сами должны нести в рюкзаках то, что вот у нас уже родва, вода и так далее, это, извините, часть нашего фана. То на таких играх обеспечение, вот то, что мы описывали, оно действительно медиа. Там нужна парковка, там нужна охрана, там нужно патрулирование, потому что там и реквизиты, и у многих людей вот эта вот одежда охраненных денег стоит. Вот, так сказать, поэтому здесь очень важно. Мы должны понимать, что в эту схему, которая есть, стоит включить вот эту вот самую категоризацию. То есть четкое определение, на какую аудиторию мы, собственно, должны ориентироваться. Ну, орги, естественно. Теперь самая проблема вот в чем, значит, вот это вот, раз мы сейчас попали в тот временной промежуток, у каждого социума есть свой период, то есть он развивается по определенным законам. Вне зависимости от того, анархисты это, или там партия Единая Россия, или, так сказать, я не знаю, американцы, кто угодно. Есть просто определенные люди, все человеки, они так или иначе подчиняются каким-то определенным мыстаям, мы подчиняемся определенным законам. В страйкбол точно такая же ставим, тоже подчиняемся этим законам. У нас сейчас временной период, когда происходит вот этот вот огромный вал народу, который навалился, и в результате вот все вот так вот развели руками, что делать? Значит, потому что орги ничего не хотят делать, а зачем им делать? Они ориентируются на свою публику, так сказать, они больше от нее зависят, чем страйкболисты от оргов. Вот наоборот, орги очень сильно зависят от своей публики, поэтому они ее сейчас окучивают и делают свои маленькие ассоциации. Каждый орг – это маленькая ассоциация. Значит, второй момент, который очень важен, то, что люди, значит, которые туда приходят, значит, огромный вал вот этих людей, которые никем не окучиваются, вот то, что сейчас говорилось, авторитетные люди, их голос на самом деле теперь крайне мало. Вот эти люди уже не имеют авторитета, они имеют авторитета среди своих друзей, мы все друг друга знаем, так иначе, но на вот эту вот массу людей они вообще никак не реагируют, их никто не знает. Потому что влияние массы на, так сказать, влияние наших страйкболистов, те, кто обладают вот этим самым, ну, я бы сказал, как это, преемственностью, что ли, какими традициями, они просто перестали работать с этой молодежью и в результате все отвалилось. Вот эта вся огромная куча народа, к которой пришла молодежь и, может быть, даже не молодежь, потому что не студенты, даже взрослые люди, но они, нет преемственности вот этой, в результате все наши традиции, правила нихрена не работают, они плюют на них, потому что для них это правило страйкболу ничего не значит. Именно поэтому они, приезжая на игру, они исходят из следующего, я плачу деньги, вот я заплатил, извините, нафиг, сделайте мне хорошо. Да, они потребители, вот это потребители, мы сами в этом в значительной степени виноваты, потому что мы на них не влияли. Значит, это важный момент, который тоже стоит принимать внимание, потому что наше закупливание вот этой группы, значит, они объяснимы, но вот когда мы закупливаемся, СК, приватка, ну ассоциации нет, пожалуй, там, конечно, федерация, ФСТИ и так далее, вот у нас довольно много таких сейчас организаций, больше 20, вот когда мы закупливаемся на них, замыкаемся, и вот, как вы сами по себе, в результате пришло к тому, что мы атомизировались и просто друг на друга не влияем, мы не сотрудничаем. Это вот тоже третий момент, который влияет на, в конечном счете, на этот случай, на игры. Извини, пожалуйста, многословно. Спасибо, Ленис. Единственное, скажу, что приватка, сейчас, секунду, Единственное, скажу, что приватка, это не Минусим, это именно тот страйкбол, который, в чистом понимании этого слова, который начинался и который в какое-то время продолжался, а то, что происходит сейчас, это уже много новых введений, которые, в принципе, изменили сам смысл этого слова. Спасибо. Я бы просил пояснить, не тупых, не прапорщиков, что такое... Секундочку, давайте послушаем, если хотите что-то сказать. У меня просто возник вопрос, я не очень понимаю, что такое уровень страйкбола. Поэтому я не очень понимаю, что значит, что он снижается, потому что я в страйкболе не так давно, я вижу, что этот уровень идет примерно на одном... В том, в чем я участвую, на одном уровне и даже повышается силами оргов всего команды. Что такое уровень страйкбола, я не очень понимаю. Поясни, пожалуйста, да. Поясни, пожалуйста, что такое в твоем понимании уровень страйкбола. Объяснить сложно, поверьте. Да, это очень сложная вещь, потому что это процесс такой. Я в страйкболе с 2003-го, и вот этот момент, он на меня влияет. То есть у меня глаз замылен, конечно. Я могу быть необъективен, особенно к тем, кого хуже знаю. Я могу исходить из только своего соображения, и, допустим, своей команды, и своего окружения. Мы ощущаем, что уровень страйкбола снижается. Почему? Потому что, когда мы раньше проезжали на игры, ну вот, допустим, вот, ну, них не даст собрать там, или еще, мы проезжаем на игры, мы несознанку, вообще говоря, ну, в общем, как-то не очень ожидаем. Несознанка может быть не самая страшная вещь. Самая страшная вещь, это, значит, когда люди не выполняют команды. То есть я командую стороной, значит, идет группа из 30 человек, неспешно, в Удлэнде такие, вот они не спешат, они себя являют народом, они идут гордо, так вот, не висит привод, вот она идет медленно. Я говорю, ребята, быстрее, вон там вот уже берут сейчас вот комнату, там, допустим, какой-то, мне срочно, но туда подкрепление, там один человек остался. Они вообще на меня внимания не обращают, несмотря на то, что и командир страдает. Они спокойно проходят, потом один из них, ты что решь? Потому что они не хотят играть, они идут туда, куда им интереснее. Дэн, спасибо. Сейчас, опять же, когда игры стали очень большими, для организаторов это несущественно. Они перестали обращать внимание на то, что команды сливаются, на то, что команды недоезжают, на то, что команды не предупреждают, что они не приедут. Потому что это заносится в определенный процент нормальных рисков организаторов. Все. Они не портят с ними отношения, они просто заносят только риски. И их носят во взнос. Страйкбол здесь напрямую, опять же. Если спадает ответственность у команд, падает их, не знаю, адекватность общая, то, соответственно, и уровень страйкбола тоже падает. Вы меня, простите, я так и не понял, что такое мифический уровень страйкбола. Это фан. Что это такое? Сейчас объясню, фан. Понимаете, то удовольствие, которое человек приезжает. Вот он получает удовлетворение, не обязательно удовольствие. Вот я приезжаю на игру, допустим, у меня в свой способ получить. Уровень страйкбола это уровень требований игрока к самому страйкболу, к игре. То есть он сейчас сильно снижается. И почему снижается? Люди, они, когда приходят страйкбол с нуля, они, собственно говоря, приходят с какими-то ожиданиями. По мере игры ожидания начинают расти. То есть человек, поиграв год, хочет больше, через два года еще больше. Но количество людей, приходящих сейчас, оно вот этот рост ожиданий сильно замедляет, потому что поток новых людей все больше и больше. То есть когда поток маленький, команды все растут, и они приходят к тому, что надо играть интереснее, качественнее, с какими-то там реквизитами и так далее. Но когда приходит огромный вал людей, которые нужно просто пострелять, то вот эти запросы самих игроков, они сильно понижаются. И просто нужно выйти на поле, в кого-то пострелять. Все. Да, док, спасибо. Хорошо подсказали про тактичность. А давайте, может, по-настоящему, может, начинается просто новое. Да, ребята, давайте просто выслушаем вот там человек. И перепалки, извините, просто я... Нет, ничего плохого. Просто давайте так, либо подходите к микрофону, если есть что-то сказать ответное, либо просто молчим. Спасибо, давайте. У меня такой вот момент. Мы вот все говорим об ответственности, а забываем о том, что начинается все с командира команды. Командиры команды перестают требовать своих людей. Что значит неподчинение штабу? Командиры команды допускают, чтобы его команда не подчинилась штабу. То есть начинается с него. Значит, ответственный на один человек. Он отвечает, он представитель команды. Значит, с него надо требовать. То есть такой вот момент, когда мы говорим об ответственности, давайте начнем с того, что у нас в страйкбол проходит люди, которые организуют собственную команду для того, чтобы просто толпой приехать пострелять. Вот и все. Значит, кстати, командиров надо и требовать, собственно говоря, дисциплины, подчинения и всего остального. Когда у нас штабу не подчиняется 80% личному составу, вы, конечно, меня извините, по-моему, мы играем не в тир. Мы играем в военную игрушку. Вот и все. Опять же, я об этом говорил. Я считаю, что это напрямую зависит от массы. Если на игре 100 человек 50 на 50, и ты не подчиняешься командованию, это видят все. Если игра на 500 человек, и ты ушел куда-то там работать по своим задачам, что делает, ну, если не большинство, 50% точно игроков? Ну, штаб это все прекрасно видит. Штаб это замечательно видит. Это нормально оправдать, потому что ты скажешь, что ребята не раться, не подбивал, не слышал команды. Значит, нет, штабного родительства, значит, не налажено службу в команде. Вот и все. Вот такая команда, она приказу орган не подчинилась, не подчинилась приказу главкому. А любой из нас капитанов понимает, что эта вот тяжелая участь быть главкомом может пасть и на меня. Соответственно, у меня в мозгу уже отражается эта галочка, что вот эта вот команда с капитаном, а она не в моего поля, если приказ другого капитана, который на тот момент был главкорегом, он не выпал. Но, собственно, я хотел возгодить на другую тему. Я категорически не согласен с тем, что несовершеннолетние, то бишь подростки, это угроза для страйкбол. Угроза как раз не подростки, а именно безответственность. Потому что дело не в самом подростке. Значит, у нас в команде 5 несовершеннолетних, причем один из них только недавно, 16 лет ему исполнилось. Дело в ответственности самой команды и капитана. То есть, если команда считает возможным работать с этим подростком, объяснять ему, что на игру он приходит не для того, чтобы показать, что он весь такой у себя золотой, прекрасный и лучше взрослых мужиков, служивших в армии, а для того, чтобы дать ему возможность реализовать себя в этой игре и объяснить ему, что если ты что-то сделаешь, то взрослые дяди получат ата-та. Мы будем стоять на организации, в той, в которой состоим, и оправдываться так же, как за любого другого человека. Поэтому я вполне понимаю оргов, которые идут на это разрешение, потому что на стол тоже встал этот вопрос. Раньше бы не было 18-летних, мы выяснили этот вопрос, что если команда берет на себя, в частности, моральную юридическую ответственность, то есть предоставляет оргам бумагу, в которой написано, кто отвечает за этого человека. Опять-таки, давайте не будем забывать, что точно так же. Свалиться в воду, сломать себе ногу, может и взрослый человек. Это тоже странно. И тут точно так же начнет вступать наше государство, которое будет разбираться с организаторами, с капитанами команд. И поверьте, это не очень сильно будет ролять. Получил травму и погиб взрослый человек, или это был подросток. Спасибо. На мой взгляд, все гораздо проще. Опять же, если вернуться к истории страйкбола, то в 2008, когда произошел наплыв, не только игроков, но и коммерческих организаторов, изменилось мироощущение страйкболиста. То есть, когда он постоянно ездит на коммерческие игры, и других просто нету, то есть нет мероприятий для сравнения. Соответственно, у него формирует определенную точку зрения на страйкбол, потому что просто ничего другого он не видел. И в этом плане те же разговоры по поводу дополнительных сервисов, что они обязательны, что опять же говорится, что наш страйкбол это Милсим, а это вот не называется паркетным, называется, что именно этот страйкбол. На мой взгляд, что это просто паркетный страйкбол, который пришел чуть попозже, и который закрепился. И так как старые игроки ушли, мне кому тоже приемственность оставить было. Новые приняли то, что есть. Именно из-за отсутствия закрытых мероприятий, приватных на сравнение. Вот и все. Теперь пару слов, то, что мы предлагаем, и как вообще какие-то проблемы решить. Сразу скажу, что мы никак не рассчитаны на игры более 120-150 человек. Потому что считаем, что это, как я уже сказал, серьезным недостатком нашей игры. То есть, во главу угла мы ставим клуб. Для нас организаторы это те, с кем мы сотрудничаем. То есть, фактически мы нанимаем их, и они делают в рамках нашего клуба игру для его участников. Что мы обеспечиваем? То есть, мы заранее создаем фильтр. Как он работает? На каждой игре у нас происходит после игры, после построения брифинг командиров команд. с которым мы разбираем те моменты, которые были в ходе игры, какие-то недостатки, кто там чем недоволен. В итоге все это организатор фиксирует и выносит в закрытую ветку в организаторскую. В этой закрытой ветке уже работаем мы с этими организаторами и собираем статистику на конкретных команд. Если то есть, одновременно с этим выдаем какие-то предупреждения, если команда адекватная, исправляется, мы ее оставляем в клубе. Если нет, то мы с ней мирно расстаемся. Опять же, это делает не организатор, а делает клуб. То есть, организатор остается в любом случае чистенький, и он никак на фильтр не влияет практически, кроме того, что он выдаёт информацию о конкретных командах, которые участвовали в его игре. То есть, это автоматически, что касается фильтра, избавляет нас от данных вещей. Далее, автономность. Ну, про то, что я говорил, что в нашем понимании это не мил сил, это просто страйкбол. Мы считаем, что если человек нацепляет форму, то все остальные тяготы и лишения, которые он должен испытать, это входит в игру, и это продолжается не более суток, а чаще не более суток. И поэтому сервисы, электричество, питание, дрова, мертвяков, и прочие оборудованные, это нам кажется, что это скорее сервисы, которые, как я уже говорил, вводятся организаторами для того, чтобы оправдать тот взнос, который они за игру выставляют. Что касается игр от 40 до 120 человек, опять же, мы исключаем массовость, исключаем траты организаторов, и то есть, наши траты на такие сервисы, как парковка, туалет, повязки, хронометраж, браслеты, алкотестеры и уборку мусора. В какой-то степени нас, даже при таком количестве человек, данные проблемы тоже интересуют и волнуют, но эта степень гораздо ниже, чем та, которая волнует организатора, который создает игры на 200 человек и выше. Далее, что остается от организатора? К чему? То есть, мы не исключаем коммерцию. Мы говорим, что организатор вправе назначить цену, которую он считает нужной, но за эти деньги он должен обеспечить именно игру, а не те сервисы, которые игру сопровождают, и которые к самой игре фактически не относятся, на мой взгляд. То есть, организатор обеспечивает современный реквизит, кстати, сейчас мы подробнее остановимся на этом, я покажу, что мы делаем, чтобы не быть голословным. Именно отсутствие сервисов в наших играх заставило нас идти именно тем путем, к которому мы пошли и делать те реквизиты, удивлять людей не сервисами, а именно ключевыми какими-то игровыми моментами. Гибкий сценарий, сложный движок, то есть, все это организатор способен обеспечить на играх до 120 человек. Более того, он будет вынужден это сделать, потому что если он это не сделает, то игроки, которые находят друг друга на большой игре, на игре малого формата просто не смогут встретиться. Они не смогут работать по своим, независимым от командующего, от организатора задачи, потому что они просто уйдут в лес и никого не найдут. И в этом плане ответственность организатора игры и командующего возрастает в разы. Проработанные карты. Кстати, о картах никто ничего не сказал. Я вот много раз ездил в свое время на большие игры, периодически после 2010 года появлялся на больших играх. У некоторых организаторов действительно есть хорошие карты. Но у большинства организаторов, которые я являлся, это скорее какие-то детские схемы, чем карты. Почему? Почему организаторы не заморачиваются на таких вещах? Да, это опять же напрямую нету необходимости, потому что они так по памяти все помнят. Там тысячи человек, они так, во-первых, найдут с кем постреляться, во-вторых, по паротокам и тропинкам найдут дорогу к Мертипух, ключевые точки, и в-третьих, этих ключевых точек не так много и больших игроков. Игорь, вы на самом деле понимаете, что в Москве пока имели спрос в ожидании предложений в том числе по всем играм, которые проводятся? Абсолютно согласен, но, опять же, как я сказал, этот спрос именно из-за того, что отсутствуют закрытые мероприятия для сравнения. Много игроков практически, ну, не знаю, я уверен, что большое количество игроков, которые сейчас в московском страйкболе, они никогда не играли в приводные игры. В организованные приводные игры. не просто собрались два блока, две команды и поиграли. Нет, именно организовали игру, четко обозначили критерии, четко, то есть не просто какие-то там, вот вам, ребята, кусок тряпки, вот кусок дерева, это будет ваша... А это в связи для того, что у нас вообще количество невоспитанности, неадекватной невоспитанности и неадекватной. Те же самые 18-летние юноши, подростки, не обязательно, что при достижении 18 лет будут стать адекватной я согласен с этим. так и у меня еще общее воспитывание снижения, что в тарифе 16-25 мы попали с этим. Я с этим согласен, но я не считаю это ключевой фактор. Я согласен, но не считаю, что это ключевой фактор именно влияние на то, что сейчас происходит в страйкболе. в любом случае моду задают организаторы. Согласны? То есть есть организаторы, то, что они сделают, это фактически то же самое, что, допустим, есть топливо, которое дешевле, которое экологичнее, которое выделяет больше энергии, но о нем никто не знает. Почему? Потому что организаторы не дают ему выйти на рынок, потому что именно их задача заработать денег. Я не говорю, что с этого нельзя заработать денег. Можно, потому что мы коммерцию не исключаем ни в коем случае, но требовательность игрока и его потребительское отношение оно непосредственно относится к игре, а не к тем сервисам, которые организаторы предоставляют. Что касается организаторской пиротехники, опять же, есть немалый опыт, сейчас всякие вещи тестируем. Действительно, игру можно сделать в разы интереснее. Не ради хвастовства, но играя в игры, мы хотим играть в те игры, которые мы сами организовываем, чисто моя организаторская группа. Таких игр практически нет. Положая руку на сердце, могу сказать, потому что во-первых, никто не ставит критерии, во-вторых, никто не использует, никто не заинтересован вот в этих вещах, потому что все силы организатора выходят на обеспечение полигона, обеспечение самой игры. И мое убеждение, что если поставить организатора в определенной рамке, игры станут сложнее, игры станут более оснащенными. А что в обвинении организаторов пойти на эти условия? Вы хотели в общем? Игроки элементарно. Если мы повысим количество игроков, заинтересованных в таком формате игр, то это заинтересуется организатором. Может быть не надо организатора вынуждать, может быть надо ему помочь ставить его в жесткие рамки, чтобы он нам что-то делал? Мы сотрудничаем с организатором. Если организатор не хочет, более того, я встречался с несколькими организаторами, пока что все пошли на эти условия, но тоже Борис сидит с нами, Бор, у нас есть с ним договорился, он проводит для нас игру буквально через две недели. Поэтому тут вопрос, понятно, что игры небольшого мы говорим до 150 человек, до 120 человек, то есть мы ставим рамки, но это не значит, что нельзя проводить эти игры чаще. Да, они будут меньшего количества, но можно делать их чаще. Потом у каждого организатора есть какие-то свои сценарии, которые уже пройдены в опыте, почему бы ему не достать их и не провести их с нами. Поэтому надо будет чуть оптимизировать количество людей и прочее. Ну и каждый организатор начинал с малых игр, в любом случае. Скажи, это прибыль для организатора с этим руководством и расходов только есть. Да, мы исключаем полностью автономность, исключаем вот эти вещи, за которые за которые это его расходы. И мы говорим ему, что нас интересует а тебя только вот это. Все. Хорошо, что будет, когда мы положим вот на счет действует все замечательно, там тоже начнет появляться массовость. Нет. Игр будет просто больше. Чаще, чаще. Вот так или иначе найдешь вортузгую игру, которая будет все время решена. Да, пожалуйста, если я согласен приехать без еды, без воды, без троги. Это как не унеси. Кстати говоря, что касается клубной системы, мы в принципе только за то, чтобы появлялись подобные клубы, потому что это, во-первых, поднимет между ними конкуренцию, в какой-то мере сотрудничество, во-вторых, это, на наш взгляд, опять же, исправит положение со строкбовым в целом. То есть, я правильно понял, что вы хотите сказать, что мелсимовская игра в диапазоне больше 150 человек невозможна? Нет, я не хочу сказать мелсимовская игра, я хочу сказать, что это не мелсим. Почему? То есть, если собралось 400 человек, которых не интересуют дрова, питание, которые готовы, как на восточном тайфуне, двое суток, бегать, это не мелсим, вы не тот термин используете. Да, очень счастлив. Мелсим, вообще, на самом деле, нет единственного мнения, что такое мелсим. Есть различные правила, есть игры с одной жизнью, есть... Хорошо. И так далее. У нас нет, понимаете, мы пришли в страйкбол, когда мы пришли в страйкбол, его можно было тогда назвать мелсимом, сейчас, но это был страйкбол. То, что появилось сейчас, это коммерческий паркетный страйкбол. Это все. А у нас страйкбол. Ну, простите, вы категоричны в своих точках зрения. То есть, вы... Да, наша точка зрения, я, в принципе, согласен. Мы играем в настоящий страйкбол, а вы играете в паркетный страйкбол. Вы настоящий, вы такой просто играете. Ну, вот, извините, прозвучало вот именно так. У нас страйкбол... Я не говорю, что вы играете в паркетный, я говорю, что если судить по-вашему, что сейчас это мелсим, то... А тогда, когда вот страйкбол так начинался, как он назывался? Я оперирую теми термины, которые в сообществе наличие. Когда мы ехали на Восточный Тайфун, где опять-таки отсутствовали все эти так вами нелюбимые сервисы, было с каждым тем же артистом. Игра проводится по принципам этого самого мелсима. То есть, никаких там сервисов не подоставляется, есть хорошие сценарии, есть карты, выезжаете, и двое суток. У вас проблема с терминологией? Я, допустим, не понимаю, я руководствую терминологию, которую я слышу от людей, я ничего сам не произниму. Я, допустим, не понимаю, что это значит. Я при использовании другой терминологии. У меня и синий небо не работает. Ну, это нормально. Это не нормально. Термин партизм, понимаете? Он в русском языке, в любом языке, слово определяет только одно какое-то значение. Вы ошибаетесь. Слово коса, сколько значений определяет? Все понимаете. Давайте, не будем заниматься... Слово замок. А да не говорите, что можно попроще. Да, да, пожалуйста, спасибо. Вот, собственно, о другом хотел сказать. Вот вы ограничиваете данную игру 120 человеком. А почему? Почему при большем количестве людей не может быть игры по тем же самым принципам? Вот это вот. Я об этом как раз говорил вот сейчас, когда вел. Ну, не знаю. Я так и не понял, почему те же принципы нельзя применить к игре с большим количеством людей, если они с этими принципами согласны. Ну, если они согласны, я сразу сказал, что мы не отрицаем с точки зрения и прекрасно понимаем, что такой строкбол для него есть место. Абсолютно. Ни разу не было на Милсиме, поэтому, скажу так, наверняка большинство игроков, которые там и не были, собственно говоря, мало понимают разницу между Милсимом и между тем, что вы предлагаете. Мне кажется, надо как-то просто сравнить, дать понять, в чем различие, тогда вопрос исчезнет. То есть мы поймем, что это не Милсим, потому что Милсим уже исчезнет. Давайте так, отсутствие вот этих сервисов делает игру Милсим, саму игру? Саму игру нет? Нет. Тогда в чем отличие? А второй вопрос такой вот. Есть ли какая-то статистика окупаемости для организаторов игр в таком формате? Ну давайте посчитаем просто. Мне просто интересно. Ну, во-первых, мы не знаем, то есть каждый организатор волен назначать цену, да? Я не исключаю, что цена будет не меньше той цены, которая берется там, когда приезжает 500 и выше человека. Но если у нас, допустим, приезжает 100 человек, ну возьмем сколько? Возьмем тоже тысячу, да? Сейчас средняя цена, в принципе. Это 100 тысяч. Половину отдадим организаторские какие-то вещи. Но статистика-то есть? Нету статистики, потому что... Я объясню развитие нашего клуба. Вначале мы пришли, как... были идейные вдохновительные игры некоммерческой. То есть мы ну мы брали 300 рублей с игроков чисто на окупаемость игры. Все. Это все, что было. Но оказалось, что это не работает. Почему? Потому что игроки приходят в хобби и хотят получать удовольствие. Они готовы вкладывать в это. Если они не готовы вкладывать, то, соответственно, в итоге организаторами оказалась только наша идейная группа, которая проводила игры. если не в ноль, ну, если не в минус, то в ноль. Вот и все. Организаторов практически не осталось, которые были готовы проводить некоммерческие игры. Вот и все. И далее, когда мы... Мы, собственно, следствие сегодняшней встречи нашей, это то, что мы отпустили цену. Мы сказали организаторам, что ребята, все, вы можете назначать цену такую, которую захотите. Но такие-то сервисы у нас жестко, категорично отсутствуют. Какая будет статистика, мы не знаем. Но в любом случае, мы уверены, что если мы будем собирать на игру 100 человек, то желающие организаторы проводить для нас эти игры появятся. Я хотела бы, может быть, тоже сдвинуть на эту проблему, только немного с другого ракурса. Если вот я вот, мы зацепили несколько высказываний, вот, например, хорошо было сказано, что стройбовый это стая, да? Это такая, как говорится, достаточно управляемая часть общества, которая может быть даже нестифицированная вот со стая. Спасибо. Действительно. Я хотела сказать, что действительно вопрос, может быть, даже глубже надо копнуть о некоторых причинах. потому что на самом деле стая все-таки подразумевает какое-то сообщество человекообразных существ, некоторые, которые живут по некоторым инстинктам. А что все-таки отличает именно человека от животного? Есть понятно, что некоторые есть различия. Вот в чем оно, это различие. И на самом деле, если вот так еще глубже копнуть, то человек отличает от животного именно свобода. Это возможность принимать свободно какие-то действия. Не действовать, останавливаться, например, ну, например, какой-то агрессию даже все подавлячие животные, на самом деле абсолютно не могут. А вот я вам сейчас там в порядке расскажу. Хорошо. Нет, просто я вообще определил об определенные вещи о том, что это свобода выбора человека. Действительно, она есть, или мы должны сказать, что ее у нас нет. И хочу сказать, что все-таки страйбол это симулятор военных действий. Именно симулятор, а не сами военные действия, потому что, вот как мы здесь хорошо заметили, что если бы это было военные действия, тогда бы мы бы использовали современные военные действия. То есть, как бы противник нужно подавлять своими средствами абсолютно. этого мы не можем сделать. Все-таки мы признаем, что мы что-то моделируем. Причем, мы моделируем вещами, которые имеют ненастоящие. У нас оружие игрушечное, патроны наши, шарики. И, мало того, даже те отношения, которые моделируем внутри команды, они на самом деле, может быть, мы даже иногда моделируем какие-то братскую дружбу и, может быть, какие-то братские отношения. Но, возможно, я знаю, что в некоторых командах это не модуляция, не моделировая, действительно возникает и дружественное отношение. И вот еще есть какой-то момент, и я заметила, что вот когда возникает вражда между командами, она действительно проводит к тому, что бесконечно происходит разделение. И еще очень мало я заметила моментов, чтобы когда вот эта вражда, после этого разделения, обратно что-то срослось. То есть разрывы возникающие, они практически не срастаются. В результате то количество людей, которое пришло, оно просто-напросто начинает атомизироваться, развалится бесконечно. И вот нет обратного процесса интеграции вот этого самой. Это, к сожалению, не относится сейчас к теме нашего собрания. Если нужно, давайте, если вас это интересует, я постараюсь вас рассказать. Нет, я считаю, что это... Мне кажется, что подводится, подводится. Я прямой, как говорится, относится. Почему? Еще, как говорится, еще хотелось сказать, что уровень страйкбола действительно абсолютно верно, что когда человек приходит в страйкбол, он приходит, для него все новое, и в этом все интересно. И в результате, когда он начинает играть, то, что ему было интересно сейчас, уже больше интересно. Ему интересны вещи, которые, может быть, понятное дело, он хочет большего, но страйкбол – это конечная вещь. Она никогда не позволит большего. Я играю страйкбол уже с 2001 года. И хочу сказать, что уже где-то в 2034 году практически все новое закончилось. Начались какие-то определенные уже схемы, уже, мало того, никакого адреналина не было, потому что даже когда-то, извините, в центре штаба с одним только ножом, уже даже это, как говорится, никаких эмоций таких особых не возникает. Поэтому, как нужно повысить уровень страйкбола? Как нужно повысить уровень драйва, собственно? Возможно, просто-напросто страйкбол – это нечто такое конечная вещь, которая, к сожалению, еще раз повторяюсь, она не относится к подлинным вещам. Все-таки, она заменяет некоторые подлинные вещи, и мы вынуждены, скажем так, заниматься страйкболом, чтобы некоторые затыкать некоторые дырки, которые мы не можем получить в той жизни, в которой мы имеем. И в связи с этим, те люди, которые находят подлинно где-то и дырья страйкбола, они оттуда и уходят. Отсутствие людей на тренировках – это как раз в том, что у людей есть какие-то вещи более подлинные в тех вещах в другом мире. Вот, например, это касается нашей команды, когда человек рожает второго или третьего ребенка, и, понятное дело, что мир и подлинные вещи, и воспитание перевешивают. Что касается выгоранивая страйкболиста, так это то же самое. Я тоже заметила, что 3-4-5 лет, и нормальный человек, извините, которого есть что-то за спиной, он действительно уходит оттуда. И у других вещей не появляется. А у человека, извините, которого возможно страйкбол занимает 80% жизни, является его даже семьей, он, конечно же, тут остается. Просто хочу сказать, что вот эти вот вещи, очень много у нас военных, очень много действительно людей, которые, скажем так, могут просто свои навыки какие-то применить и воспитание молодежи, и вот это очень важно хочу сказать по поводу традиций. У нас был принцип в команде, мы брали в команду не более 30% нового состава, потому что именно столько команда могла переварить и передать традиции. Главинообразный приход в нашу команду людей, действительно, разныл наши собственные традиции и, скажем так, привело действительно кальточекование некоторых вещей. То есть, действительно, возможно, мне кажется, разрастание. Вот это 120 человек, это 2001 год закрытия сезона. Это 120 человек, это столько было человек во время игры. И хочу сказать, одно из этих моментов в игре, что было, это народ, который уже играл в эту груз с 1996 года, а уже были на этой игре такие люди, стариканы такие, так вот, эти люди, они уже были полностью сатрафированным каким-то органом, который может получить вот это удовольствие. И поэтому, как только мы уходили в лес, кстати, мы новички, нам все ново, они вытаскивали колбасу и водку и начинали ждать, как говорится, атаку, сами не предпринимая никаких абсолютно действий. Так вот, к чему я это все говорю? Я говорю о том, что вот это вот, конечно, мы сейчас это сделаем, это немножечко обновит какие-то вещи, действительно продлит жизнь страйкбола и еще что-то. Но действительно, эта вещь все равно и правильная, но она тоже просто может резвым понимать, что она конечна. И очень не к сожалению, потому что понимать, что вот очень правильно было сказано, вот молодой человек сказал по поводу культурного уровня. Один из тех вещей, которые сейчас происходят, потому что трэкбол это маленькая модель нашего современного общества. Все те же люди, вот этот партилис, который она там, вот эта вот вражда нашего общества и мало того, подростковый возраст нашего возраста, нашего общества, который привык играть. Вот мы никогда не взросли, мы всегда играем для того, и не поэтому не берем ответственность. Отличие подростка от взрослого это возможность взять на себя ответственность. И вот эта подростковость наша, она, скажем так, может не закончиться ни в 30, ни в 40 лет. И поэтому вырастание именно из подросткового возраста это как раз именно из взросления. Я знаю, очень действительно много взрослых людей в трэкболе, вот, скажем так, если с этим судить. Но именно возрастание еще связано с повышением своего культурного уровня. Вот почему-то мы говорим на то, что мы должны тренироваться, тактику тренировать какие-то мышцы, да. А вот про культурный уровень, это на самом деле, вот, я благодарю, вот, скажем так, за вот этот пункт. Это действительно важнейшая вещь. И вот, к сожалению, никто бы в жизни не подумал бы, что на самом деле можно влиять на это. Но хочу сказать, что помните, что раньше, ну, хотя бы взять 19 века, начало 20 века, офицерский состав, это был исключительно культурные люди. Правда? Образованные. И церкви не сжигали, и про что вы говорите-то? Не-не-не-не-не-не. Вы не путайте, пожалуйста, офицеров, которые пришли на замену в Первую мировую. В 19-м не сжигали еще. Да, не сжигали. Не сжигали, не сжигали. 30-летнюю войну, помните? Всю Европу, понимаешь, выжгли, понимаешь? Вы 19-й век, 30-летие войны. да, а это вообще 17-й. Давайте вот не будем на эту тему говорить. Вам говорят про 19-й. Извините, я просто, просто говорю про таких наших военных, как, ну, допустим, декабристы, Чаддаев, извините, что я говорю. Я понял тебя, но хочу сразу сказать, что у нас нет задачи всех спасти. У нас нет задачи принять, мы просто физически не сможем всех принять. у нас как раз поэтому есть клуб берет на себя фильтры и прочее. Мы просто будем населивать. Вообще, насчет офицеров, давайте посмотрим на пестоли, который засекал своих крепостных. Поэтому давайте здесь смешивать, понимаете? Спасибо, спасибо. Гоша Тарска, 19-го века, какой пестоли? Я что хотел, я вот не понимаю насчет этого. Давайте Гилл дослушаем, если она закончила, то... Спасибо, Гилл. Существует такой тезис, озвученный еще 30 лет назад, он называет, говорится, что жизнь важнее игры. Тогда это было сказано относительно ролевых игр, но принадлежит ему к страйкболу, значит, оно не меняется. С моей точки зрения, не надо рассматривать страйкболы, страйкболистов, как людей, которые вот ищут себя в жизни, чего-то там не наигрались, или, например, они недовоевались, и им хочется продолжить это с приводами. Это просто определенное хобби, это хобби будет всегда. И, да, люди приходят и уходят, но если эта вещь открыта, то не надо думать, что в какой-то момент она кончится, потому что не будет желающих этим заниматься. Не надо к этому относиться. Да, вот совершенно правильно Беком было сказано насчет авторитетов. Да, наши авторитеты, авторитеты страйкбола иногда любят погнуть пальцы, но вот лучше бы они обращали внимание на передачи тех самых традиций, которые существуют в движении давно, именно тем самым молодежи. Поэтому я вот сделал для себя полезную запись, это по поводу брифинга команд, вот не построения, а именно брифинга капитанов после игры. Вот это надо делать, вот тогда именно будут передаваться традиции. Мы как раз этим и занимаемся. Я сказал про брифинг. У нас это не принято. Дело в том, что когда игра опять же 500 человек, когда вы приедете на построение, половина уже уехала. Но это не значит, что нельзя собрать 500 человек, сколько из них капитанов? Это значит, что все зависит от организатора. Вот и все. Организатор все равно диктует моду. Те задачи, которые он ставит, они если не выполняются, он вынужден какие-то санкции применять. Если он их не применяет, а зачастую они этого не делают, ну, ему такие моры просто не нужны, они их прекрасно понимают. Они мне за этим порешили. Пожалуйста. Скажите, а клуб и организаторы это одно и то же? В какой-то степени да. То есть, у нас есть ряд организаторов, которые выросли вместе с клубом, в частности, моя команда. Мы все игры проводим только в рамках клуба. Есть сейчас, с этого сезона, мы начали приглашать организаторов, которых, можно сказать, нанимаем на работу и предлагаем сделать в рамках нашего клуба игру. На следующий вопрос. Ну, на примере Бора, да, Бор, ты позволишь? Вот есть Бор, как организатор, да? Бор и так по жизни обеспечивает современный реквизит, гибкий сценарий, сложный движок, проработанные карты и геротехника. Вопрос. В чем ваше взаимодействие с Бором, кроме работающего фильтра, который у Бора тоже есть? Вот просто раскройте темы. Ну, я, например, считаю, что... Или вы его наняли? Как? Ну, так. Мы предложили Бору провести в рамках нашего клуба игру по этим критериям. То есть мы сказали, что не более определенного количества людей не нужно сервисы питания и прочее, прочее, нам нужен только сценарий. Сценарий и все, что к этому прилагается. А он в свою очередь? Ну, он дает сценарий? Да, мы в свою очередь полностью отвечаем за фильтр, полностью исключаем с него эту ответственность фактически. И обеспечиваем автономность игры, следим за соблюдением правил и то, что игры должны быть определенного количества человек. То есть то, что он и так умеет сил? Фактически, да. Но ни один организатор коммерческий не будет ставить себе такие рамки. Я не спрашиваю, в чем секс? Тогда вопрос к Бору, наверное. Естественно, у нас есть определенные троющие составы. Вы предоставляете свою среду? Сработанная обработка. Среда и рамки, которые мы... Все. То есть, вместо 400 гарантированных городских участников, вы ему даете 120 человек с неизвестным ему фильтром. Правильно? Почему? Спустя время он стал известным. С фильтром, который обеспечивает... Да, мы говорим, что предоставляем мы аудиторию, Бор на фильтр абсолютно никак не влияет. Спасибо. Все-таки, тем не менее, не осталось понятным, что в конце нам вот орг понимает. Давай так, я сейчас профантазирую. Если я орг, не бор, орг, не дай с меня ничего. Представьте себе, что я организатор. Я прихожу к вам и начинаю просто считать тупо. Я могу провести игру по 400 или по 500 человек, собрав 100 дней, и тысячу, а то и две, там, тысячи или тысячи пятьсот, да? Сколько сейчас цена с нас на 300? Тысяча. Я соберу 4 человек. У меня в этом случае будет минимум геморроя, но с точки зрения организатора, потому что я обеспечиваю электричество, питание, дрова. Это у меня все отработано, это все в газете, все есть, это все наработано как следует. У меня приезжает одна и та же аудитория, им достаточно постреляться, мне не нужно повышать вот этот уровень. Я в этом случае гарантированно получаю довольно большую сумму электричество, генератор, и так далее. Значит, понятно, тут мне все понятно. А я вот приезжаю, допустим, в клуб, и дальше, что я вижу, мне не нужно, согласен, действительно, тратить на электричество, питание и так далее, хотя у меня все это есть. И, в общем, моя себестоимость в этом случае невысокая. Как ни странно, у меня все за много силы. Значит, я приезжаю, получаю довольно жесткие условия, ну, хорошо, ладно, интересно, новый какой-то опыт, это все здорово. Значит, при этом я, значит, значительно уменьшаю условно, там 100-120. Значит, соответственно, заработаю меньше. Геморроя, в этом случае, для меня не очень непонятен, потому что я не знаю, насколько вы обеспечите фильтр. Я сейчас обмозрительно обсуждаю. Но в результате я получаю следующее, что с точки зрения организатора моя прибыль существенно ниже. Можно, во-первых, сразу скажу, что это экспериментальный проект. Да. Бек, я тебе сразу отвечу, ну, как человек, который радеет за некоторое развитие, к примеру, некотором социуме, а я тебе скажу так, организатор, организатору нужно пробовать что-то новое, если он сам не может это сделать. Он получает этот опыт. Он получает, как ты правильно заметил, развитие. Развитие и другую аудиторию. Соответственно, это развитие бизнеса, который отметается в данном начале. Если будет, как тут говорилось, о том, что наше общее понижение, организатору выгодно иметь несколько площадок, которые он будет окучивать. А они все эти площадки все равно имеют? Не имеют. Бек, я вам скажу. Бек, во-первых, не география, именно площадки, они все имеют. Во-первых, давайте остановимся над тем, что игры организовывают банальный интерес. и для любого игрока это в принципе опыт. И давайте посмотрим на тот же питерский страйкбол, где игры все бесплатные. Там нет игр. Там есть игры, но выдыхайте. Это все-таки очень идеологизированная система, они уже очень сильно выдыхаются. Все хуже и хуже, чтобы нас поверят. Это вопрос временный. Вот такие эксперименты социальные, они постоянно возникают. Этот эксперимент в будущем нет. Не знаю, мне кажется, просто весь фокус заключается в том, что данная концепция не отнимает предыдущие вряды, не добавляет еще один вряд. Да, согласен, согласен. Но она становится нишевой. То есть вот эта нишевая, эта вещь для мел-симусов, для... ...котектовой группы у группы. Которые липсы, я стати... Надо понимать, что... Ну, не пройдет все wurden. ... именно организация игр. Не просто это интересно по фарму. Потому что делать правильные, красивые игры, хорошие игры. Ладно, ребят, я вас понял, давайте я просто покажу тот реквизит, тут поднимался вопрос о реквизите, который делаем мы, которые именно данные игры заставили нас делать. Тут просто ситуация такая, если данный страйкбол будет интересней для немалого количества, скажем, для какого-то количества людей, в Москве уже довольно достаточно большое количество страйкболистов, то данная схема будет работать в любом случае. То, что она будет интересна не всем, мы в этом не сомневаемся, то, что она будет не всем организаторам интересна, абсолютно точно. Это все, в принципе, пожалуйста. А то у меня вопрос такой. Вы же расти не собираетесь, да? У нас здесь сидит... Нет, мы готовы расти, почему? Просто наши игры, вместо того, чтобы проводиться раз в две недели, будут проводиться каждый день. То есть количество участников клуба может быть огромным, но на игру пускается определенное количество людей. Так я понял? Да, на 90% игр мы, возможно, сделаем игры, которые будут выпускаться только члены клуба, и там уже сделаем, ну, наподобие открытия-закрытия, может быть, в следующих сезонах. Но рост предусмотрен. Конечно. Даже половину играющих, то есть они смогут такими воспользоваться, то цена вырастет, понятное дело, еще больше. А это имеет принципиальное значение? Цена? Я думаю, что для многих да. Ну, это первоначально. Если можно сказать... Я сказал слово принципиальное. Я сказал слово принципиальное. Если мы говорим о повышении уровня и качества страйкбола, я вот с вашим тезисом на то, что на большой игре это неприменимо, абсолютно не согласен. Давайте вернемся к этому вопросу, когда эти гаджеты появятся на больших играх, тогда мы сможем действительно... Ну, понимаете, если вы говорите, что их на большую игру допускать нельзя, тогда они никогда и не паяют. Я не говорю, что нельзя их допускать, я говорю, что нецелесообразно с точки зрения организатора. Я ставлю себя в рамки организатора и представляю, что я делаю игру до 500 человек. И я думаю, сколько мне гаджетов нужно вот таких вот подобных ввести в игру, сколько из них потеряется, и сколько людей прочувствует их на себе, чтобы мне добавить положительных отзывов в конце игры. Так само увеличиваю позицию в следующий раз. Это уже вопрос технический. Сколько вы себе делаете, предложите или сделайте сами? В чем полейник это самая? Делайте, предлагайте. Люди говорят свои ограничения. Вам же не навязывают. Именно речь о том, что мы не можем позволить себе данный гаджет в рамках выше 150 человек. Но если таки можно, можно я договорю? Это вы меня не поняли. Я как раз говорю про то, что не надо говорить, что вот эти гаджеты неприменимы на большой игре. Надо как раз... Я еще раз повторю, что я не говорю, что они неприменимы. Я думаю, что они... Вы звучали в бизнесе, что их нельзя применять на боевую игру на большой игре, потому что их потеряют... У них нет смысла разность с точки зрения организатора. На наш взгляд. Все. Если у вас другая точка зрения, я с ней готов согласиться. Можно я таки все-таки договорю? Или это уже никому неинтересно? С неинтересно я могу заткнуться и посидеть... Я пытаюсь, что вы донесите. Совершенно... Если мы болеем об уровне страйпбола, то совершенно как раз целесообразно те находки, которые делаются на маленьких играх, те, которые увеличивают этот уровень, увеличивают этот интерес и переносить на большие. Да, при этом, не надо забывать, что по закону больших честь организационные проблемы, они возрастают. Но при этом, мне лично не понятен ваш тезю, что мы ограничиваем формат игры. То есть вы считаете, что невозможен тот уровень организации, все количество эстезиасов, когда по вашим правилам, по вашим принципам, будет проводиться игра на 400 человек, на 600 человек. Это невозможно. Да, это наше мнение. Накрывает коколи и сидят в них все. Это их. Вопрос такой. Предлагаю, что на игру применить не больше 120 человек, правильно? А что будет, когда клуб разрастется, им будет 500 человек, игра на 120, и все хотят поймать? Вот как мы выберем? Вот вы едете, а вы не нравится, что им делите. У нас есть такое разграничение, как члены клуба и гости клуба. Это пусть мы, а все члены клуба. Клуб, выдающие бойцы, когда клуб уже переносится. Нет, почему? Нет, когда, честно говоря, Так далеко еще не заглядывай. Мы знаем, что если такое случилось, то мы будем увеличивать количество игр. Никит, можно ответить? Да. Я как человек, который с 2001 года видел не одно разделение, собственно говоря, вам поясню, что критическая масса начинается с 400. Поэтому не будет клуба на 500 человек, потому что в этих 500 человек у вас будет команда 3-4, которые уже будут капитально не согласны и не будут стыковаться личностно. И поэтому клуба на 500 человек не получится. Ну, загадывать пока довольно сложно, потому что в принципе такой организации аналога не существует. Нам не с чем сравнить. Мы готовы тестировать, дальше смотреть, что получится и по мере таких проблем, возникающих в частности большого количества людей, если такое возникнет, их решать. Я правильно понимаю, что максимальная емкость клуба это 500 человек в месяцах? Или у вас возникает в нырку... На каком основании 500 человек? Четыре недели после двух человек, четыре суббота. Ну, а что мешает? Два раза в неделю делать игры. Если они будут пользоваться спросом у определенной аудитории, тогда, естественно, мы сделаем выше. Ну, я говорю еще раз, заглядывать так далеко, пока не готовы. Будут проблемы, нужно их решать. Еще вопросы есть? Нет, это не понятно. Он не знает, что он не знает, что он не знает. Он не знает, что он не знает. Если они уже смотрят, то он не знает. Скорее всего, только нами. Потому что были мысли, там, опять же, с тем же бояром, да, обсуждали, чтобы какую-то общую базу создать, но поняли, что это не будет работать. Во-первых, не все люди могут, если они имеют опыт с этими вещами работы, они не все смогут с ними работать после. То есть, опять же, что-то сломается, чинить вымой и так далее. Опять же, хочется спровоцировать людей, организаторов создавать такие инструменты подобного плана. Потому что развития в битве очень много. И то, что вы сказали, это очень ограничено. Потому что наша мысль тоже начинает работать, и мы видим, что можно двинуться еще гораздо дальше. Прямности можно смотреть, как для ваших услуг состоит, и организуем, собственно говоря, если мы передавали друг другу свои девайсы, то команда просто уже не принято. Вот тоже понятно, одну и ту же коробку таскать, каждую другу. Создается просто, я не знаю, мы с Владимиром Майлоги с автомобилем, делаем свои. Тоже подобные, может быть, больше игротехники, может быть, больше на других тренировках. Есть заимодействие. Опять же, есть курсы специализированные у того же Володи Шатовского. Он бесплатно их проводит. Я сам в свое время на них был. Действительно, очень классные вещи. Показывает очень опытный мужик. Поэтому делать такие вещи своими руками научиться, вопрос просто желание. Не нужно только перескранщикам, чтобы это делать. Вот только в гости имеется. Ребята, конечно, вопрос. Да, пожалуйста. У меня уже вопрос по поводу ответственности утери. Вы говорите, что на больших играх, в принципе, в собрании. На больших играх утери, процент утери, естественно, больше. Хотя, потому что много неизвестных команд там друг другу. Насколько я заметил, во-первых, как правило, на все игры, которые я ездил лично в ISS, команды более-менее друг друга знают, поэтому предпочтение к какой-то стороне, там еще что-то. То есть командир уже давно друг друга знает. Следовательно, если утеря будет происходить, это, естественно, как-то будет замещаться и потом возмещаться. И как у вас вообще на маленьких играх, если, допустим, потерял человек, во время кега выпал из подсумки, у него вот этот ключ свой-чужой. Как вот это происходит? Возмещение, не знаю, предъявок и дальше. Да нет, это естественный позер, честно говоря, вы, насколько у нас опыт был с такими вещами, если терялись какие-то вещи, ну, нормально, как и, естественно, риски, перезаложенные стоимость игры. Какой-то степень. Мы не предъявляем сделать то же самое, то, что ты только что потерял. Такого нет. Нет, ну это понятно. Там, допустим, на больших играх, я еще раз говорю, что, как правило, все друг друга знают, да, кто ездит. Я бы не согласился, что все друг друга именно знают. Там, заочно... Маленький процесс, маленький команд, которые приезжают неизвестные, там, допустим, ялку из команд Каракал, да. У нас, когда заявка идет на игру, мы просим там с ОГП, там, или еще с кем, там, не знаю, с блокадой, там, поближе. То есть, именно мы друг друга знаем, командиры знают нас, как игроков. Никит, можно реплику из зала? Сходить? Естественно, как-то будет. Он говорит о том, что, когда идет регистрация команд на игре, он, как бы, чтобы команды, которые играли раньше или где-то совместно тренировались, чтобы они были больше объединения. Да, мне просто непонятно. В игре, получается, всего один год нахожусь в страйкболе. Это раз. А два. У меня просто по большей части непонятный девайс на мальвовых играх свой-чужой, когда приезжает 100 человек, да, допустим, иногда 30 человек с одной стороны. Но это понятно, что приехал там, увидел, приехал там какой-нибудь хоз, да, и приехал ведьма там. Я на стороне ведьмы играю, хоза рядом со мной нету, следом он против меня играет. Я вижу, в каком-то мутляже... Это в том случае, если больше двух сторон. То есть, мы вводим девайс, допустим, с начала недели на четыре стороны, и никто из команд не знает, кто их союзник. То есть, они в итоге должны соединиться в две стороны. Или более сторон, да? Если на шесть, там, где. Раскачь, господа. А вы говорите о воспитании. Если не хватает. Хочется заметить, что все эти карты, это просто... Да, это понятно. Это просто увеличивает, просто интерес, туда же, пояс. Получается то, что игроки должны отыгрывать именно сценарий портов, да? Получается, вот организаторы по этому же самому ключу, вот они решили то, что деление такое произойдет. Допустим, игроки, получается, именно должны следовать то, что организаторы делали. Ну, как им сказали. Да. То есть, они все, да? А если, допустим... Смотрите, есть три страны. Там, русские, китайцы, я не знаю, там, американцы, да? Там, допустим, у каждой страны задача захватить там главную какую-то цель. Что мешает, допустим, вместо того, чтобы американцу и русскому объединиться, для того, чтобы натянуть китайца, а потом между собой разобраться? Либо китайцу объединиться. А вот орган задача в том, что они должны, там, китайцы с американцами объединиться. Я понял. Я вам скажу так. Любой организатор очень любит людей, которые ломают его сценарий. Есть определенные составы людей, которые считают, что они самые умные, и они ищут дыры в сценарии. Потом думают, что они сделали классную штуку, сломав его. Но, естественно, организатору это совсем не нравится, и более того, это не нравится игрокам, которые с ним играют. И опять же, тут задача организатора – делать китайцы с нашим дыру в сценарии. И чем меньше количество людей, тем грибче сценарий он должен делать. Почему? Потому что если ты начнешь заниматься по своим задачам, независимым от командующего, которому эту задачу от организатора, то ты просто никого не найдешь. Кстати, одна из печей в последнее время, в последние два года стали бросать игру на игроков. Мы вам даем полигон, даем принятый сценарий, и сами выкручьтесь. Вот это классичный пример. Вот как раз так и действует. Они к этому прививаются. Вот, пожалуйста, и поглядь. Вот этот момент ваш, не учиться. Возьмите с раппула, а на мусоре вот это больше. Вот ваша схема – это большое. Спасибо, Денис. Спасибо, да. По пиротехнике, например, вопрос. Тракция сознательно. То есть какой принцип, после взрыва – 5 метров? Опять же, данная пиротехника используется скорее не для того, чтобы уничтожить личный состав сторон, а скорее, чтобы создать антураж. Мы не преследуем задачи в 5 метрах вынести всю базу, и сказать, что это 20 метров. Нет, это чисто антураж, потому что это действительно здорово получается. При малых количествах конфликтов не будет. Ребята, если вопросов нет, то, в принципе, у нас все. Никит, спасибо за внимание. Никит, а вот секундочку. У меня такой вопрос о пиротехнике. Я хотел узнать, кто в вашем клубе «Приватка» главный? Ну вот, грубо говоря, ситуация. Две игры на 100 человек. Два сборки – 200 человек. И все эти 200 человек хотят выйти в один день, вот именно в эту неделю на игру. Кто разрулит так все? Кто решает этот вопрос? В чем проблема? Допустим, открывается регистрация, тогда по набору количества народов закрывается. В чем проблема? То есть, кто все, тот ист. Конечно. Вопросы. Это был пример. Хорошо. Все равно главный кто-то должен. Кто решает сбор? У нас есть руководство, это наша команда. Ваша команда? Да. Мы именно отвечаем за соблюдение тех правил, которые пришли на письме. Ты будешь сойти. Спасибо. Опять же, еще раз повторю, что у нас, если к нам придет блок и скажет нас 60 человек, поставьте нас на одну сторону, мы скажем, ребят, ничего не получится. То есть, мы вас раскидаем, либо раскидаем, либо... Даже если это такой камуфляж. Опять же, камуфляжа сейчас столько, что все равно один камуфляж. Прошло 60 блок, одинаковый камуфляж. Ну, хорошо, если игра... Даже если одинаковый камуфляж тоже не влияет абсолютно. Давай, вот скажите, молодой человек, вы с какого года в Сарайке? С кем знаком? Да. Не-не-не, не в этом дело. Я специально... То есть, вот это... Вот я так и думал, что это после пятого года. Раньше, ну, до пятого года, вообще не было деления по камуфляжу. Нет, я помню. То есть, вот, тесно. В первую очередь, я хочу добавить просто, что мы не делим по камуфляжу, чтобы, опять же, не создавать эти блоки. Чтобы люди между собой знакомились, и не было такого, что этот камуфляж постоянно играет против. Далее, есть прецедент, очень нехороший прецедент реванша. Если сегодня этот блок проиграл, на следующее открытие он просто жаждет реванша. Если есть какие-то небольшие соединения, 20 человек, допустим, мы всегда идем на встречу, да, потому что, ну, ребята знакомятся друг с другом. Мы просто учатся, тренируются, соответственно. Ну, если это уже огромный блок, у нас просто наш формат играет. Что значит небольшое соединение? У нас в команде 37 человек. Вы все, понимаете, 37 человек? Да, да, я их не собираюсь мерить, но, конечно, 37 нас не вывезает. Теперь что состава больше? Ну, вот, в последний раз, извините, нас было 28 человек на Европе. Если вы одна команда, мы, естественно, вас никогда не разделим. Ну, собственно, это я и хотел уточнить. А когда будет происходить игральство? Есть команда Таога, их 40 человек, и включает Федор, их там 30 человек. Вот у тебя уже получается фактически, ну, страна. Вы начали имитированы. Ребят, если это вмещается в 120 человек, мы делаем игру. И задача организаторов просто разделить на русскую тюрьму. То есть команда. Дальше приезжаю, я тут со своей командой, еще 20 человек. Еще одна команда, еще 30 человек. Как показывает практика, как раз таким составом никто нигде не приезжает. Почему? Нет, там у вас, это тоже часто. Не скажу, что никто, да? Никита, это конкретно, а не конкретно. Это меньше, чем команд, которые, там, по 5-7 человек. Добрые люди, вы сейчас фантазируете. То есть вы априори говорите конкретно, а не конкретно. Если такое случится, мы будем думать, мы будем думать, как и выходить из положения. Пока такого не случалось. Мы ведь, что, вот цель этой встречи, я подытожу, мы делимся нашим опытом. Не более того, мы даже не призываем вас играть в наш страйкбол. Вот мы удовлетворяем ваш интерес. А дальше, если у вас возникают вопросы, если у вас возникают вопросы, собирайтесь, кучкуйтесь, создавайте свои объединения. У нас задача какая? У нас задача создать клуб и объединить определенное количество организаторов, которые будут проводить игры в наших рамках. Вот и все. Не, ну это понятно. Вопрос был задан, да именно четко, как вы будете играть, как вы видите пути выхода. То есть именно, вот мы сейчас такие, вы приехали, 700 человек у нас, и как хотите, 120 человек играть? Ну как вы хотите, 120 человек, это произведет. У вас приехало там 4 команды по 20 человек, мы разделили у вас на 4 команды по 20 человек. Понятно. Ну а если вот команда не делима, там у вас, я посмотрел, сколько, то у меня может было от 120 до 40, ну от 40 до 120 человек, да, вот одна команда тройки. У вас, допустим, игра 60 человек. То есть это общее, 60 человек количество. Никит, можно отвечу вот сразу, потому что разрыв шаблона происходит у людей капитально. Ребята, вы не вошли, вам предлагается создать точно такие же объединения. Вы начинаете говорить, что, с точки зрения, что вы уже внутри этого объединения, внутри этого клуба. И как будет развиваться событие, если мы все дружно заявимся на игру. Так, ну, прежде чем вступать, куда-то надо... Вам не предлагается вступать, еще раз. Тут уже не раз говорилось, ребята, объединяйтесь для того, чтобы проводить качественно технические игры. Здесь не происходит... Я спасу вся страйкбол и вступайте к нам. Происходит передача опыта, что вот есть такое объединение, работает оно по таким правилам. Эти правила действуют на эти числа и происходят качественные игры. Хорошо. Если у вас возникнет желание, вы уже там дальше с организаторами, вернее, как бы с этим клубом, будете как-то взаимодействовать. Но тут передается опыт того, как существует данное объединение на фоне тех же объединений, которые существуют в данный момент в Москве. Затрагиваются проблемы те, которые люди видят, предлагаются свой тип модели. А мы тут начинаем уже объяснять, вернее, как бы свою модель, внедрять внутрь этого клуба и спрашивать проблемы, которые, возможно, возникнут. Ребята, ну, просто-напросто вы неправильно подходите к вопросу. Вот и все. Да, Володь, спасибо. Я хочу, опять же, тоже добавить, что действительно не стоит задача вместить всех еще раз. Если мы только за, если будут появляться подобные объединения, потому что, на наш взгляд, это действительно улучшит качество страйкбола. Действительно, объединение, которое объединяет организаторов, а не просто каждый организатор отдельно объединен. Если вопросов нет, в принципе, все, что планировали, рассказали. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Ну, послушайте, что вообще... Тематика какая-то заявлена. Проблемы страйкбола. Вы пришли. Проблемы озвучены. Мы в рамках этой системы обсуждали. Возникла идея, но я не знаю, как ее реализовать. Это не... Нет, конечно. Но это и не шляжка контора. Нет, конечно. Нет, конечно. Вот. Как это действует? К сожалению, уже... Я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю. А я бы как-то посмотрел. Светит от него. Возрожай. Нет. Возрожай. 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 Причем техника уже работала. Знаешь, что я собаковался. Я, конечно, не знаю. Я просто, я, может, не знаю. То есть, он с СССР работает, он про нее делал. И одно, он делал для своего комитетчика. В принципе, здесь... Вредки потрогали меня на дыро. Я, конечно... То есть, сначала хотелось бы подарить двое... ...напростое количество... ...производителей... ...напростое количество... ...напростое количество... ...напростое количество... ...напростое количество... ...насадия ...нош waveett值uggle...